ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Супер. Удобно. Красиво. Вот он мир привилегий с премиальной картой Мастеркард. Мастеркард. Давай, вставай. Стартовую снимай. Посмотрите на нас. Мы живем в своих серых бетонных джунглях. Спешим. И совсем забыли о том, что наш мир полон чудес. В новом сезоне Орел и Решка отправляется в экспедицию по самым захватывающим и красивым местам нашей планеты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каждую неделю наши ведущие Алина Островская и Антон Зайцев будут исследовать одно из величайших чудес света. С ума сойти! Нас ждут творения древних цивилизаций. Неземные красоты природы. Восторг! Весь Гуйлин! И обычаи, которые потрясают мир. Кто увидит чудо света как миллионер? Отвечай новую хозяйку! А кто из окна палатки как всегда решат Орел или Решка? Я хочу, чтобы вы это увидели. Извините. Всем привет, это Орел и Решка. И вместе с вами Алина Островская. И Антон Зайцев. И мы начинаем самый красивый новый сезон чудеса света. И мы прилетели в Пекин исследовать наше первое чудо Чангчэнь. Будь здорово. Переписываем. Да нет, это же великая китайская стена. Для начала маленькие формальности. Орел? Великая китайская решка. Великий китайский подброс. Музыка. Попробуем. Эрика. Эрика. Андрей. Ирэк. 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 Дерзкий был. Наше первое чудо света. Великая Китайская стена. Самое грандиозное сооружение древнего мира. Растянувшись на тысячи километров, стена как огромная нить сшивает воедино весь Китай. Горы и равнины. Гигантские мегаполисы. И маленькие деревни. Она соединяет территории и эпохи. Сегодня мы раскроем ее тайны и увидим такой, какой ее не видел никто. Ну магия! Великую Китайскую стену видно прямо в аэропорту. Где? На вашей китайской визе. Вот она красуется. А ни на одной китайской банкноте Великой Китайской стены нет. Итак, сто долларов превращаются в шестьсот восемьдесят восемь юаней, если бы не комиссия, которая забирает шестьдесят. Хорошо, что не все. Если ты богатый, тебе не нужно идти к Великой Китайской стене. Она сама примчится. Не верите? Смотрите. Вот она моя стена. Несущая, к чуду везущая, великая китайская стена. Поехали. Представляете, насколько китайцы фанатеют от своей главной достопримечательности, что назвали в честь нее машину. Великая китайская стена – главный бренд Китая. Они там почитали и оказывается по популярности она обогнала большую панду, утку по-пекински, конфуция и даже витас. Для бюджетного туриста все дороги на Великую Китайскую стену ренджат через Пекин. В центр города вас довезет такси, но за 22 доллара. Есть автобус за 4 доллара 30 центов. Но могу поспорить, что и автобус, и такси будут стоять в пекинских пробках, поэтому я выбираю аэроэкспресс. Еще дешевле. Чисто, красиво, не жарко. Даже миллионеры по пути на стену заезжают в Пекин. Ну что, посмотрим на китайскую столицу. После строительства Великой Стены китайцы прокачали свои способности и теперь их не остановить. Далеко ходить не надо. Посмотрите на деловой район Пекина. Высотки в сто, двести, триста метров. И они просто высоченные, бесконечные. Не небоскребы, а горы. А вон, видите, небоскреб теряется в дымке. Это Чайна Цзунь. Самое высокое здание в Пекине высотой в полкилометра. 108 этажей, на которых работает 12 тысяч человек. А вот самое необычное здание – штаб-квартира Центрального телевидения. За странную форму местные прозвали его штанишками. Но ведь похожи. Великие китайские штанишки. В Пекине страшно загруженные дороги. Неудивительно, в городе живет 22 миллиона человек. И каждый хочет купить себе новенькое авто. Местные власти очень интересно придумали, как уменьшить количество машин. Во-первых, в Пекине ты не можешь просто так прийти в салон и купить авто. Перед тем, как купить автомобиль, вам придется отстоять долгую мучительную очередь за номерами, которая может длиться, внимание, до пяти лет. Я бы уже пересела на велосипед, ей-богу. Ну а во-вторых, тут ввели драконовские штрафы. В Пекине существует бальная система штрафов. Как только водитель сел за руль, на год получает 12 баллов. Ну а дальше держись. За пересечение двойной сплошной – минус 3 балла. За проезд на красный – минус 6 баллов. За езду в нетрезвом состоянии – минус 12 баллов сразу. Если набрал больше 12 баллов за год, у тебя отбирают права. И самое главное – от наказания здесь не спрячешься. Тут за водителями ведется какая-то слежка. На светофорах камеры, на столбах камеры, 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 камеры. Да вон, даже в машине камера. Привет, черное зеркало. Подскажите, а правда, что если у тебя в Китае отбирают права, то их вообще нелегко вернуть? Да, нужно заново пройти курс обучения. Его еще называют курсом идиота. Две недели ты должен посещать занятия с девяти до шести. В классах установлены камеры, которые фиксируют, как ты учишься. Если уснул – курс аннулируется и начинаешь сначала. После обучения нужно сдать экзамен, оплатить штраф и только после этого тебе вернут права. Конечно же Пекин – это только первая остановка по пути к нашему первому чуду – Великой Китайской стене. Великая Китайская стена разбросана отрезками по всей стране. И чтобы понять и увидеть ее масштаб, нужно побывать хотя бы на нескольких из них. Я вам покажу самые зрелищные и дорогие способы посмотреть Великую Китайскую стену. А я расскажу, как получить от стены максимум впечатлений за минимум денег. Ежегодно посмотреть на Великую Китайскую стену приезжает 50 миллионов человек. И от всех этих названий и экскурсий на китайском языке кружится голова. Но вы не запутаетесь, если с вами будет Алина – стеновед. Итак, из Пекина можно добраться на пять участков Великой Китайской стены. Первый – это Бадалин. Красиво, близко к Пекину, но полностью новодел и толку туристов не протолкнуться. Второй – Мунтьянгюй. Еще красивее, чем Бадалин, туристов поменьше, но от оригинальной китайской стены не осталось ни кирпичика, все восстановленное. Третий – Сымытай. Тоже красивая реставрация, но далековато. И только за вход сдерут 30 долларов. Четвертый – Дзяньшанлин. Еще дальше, чем Сымытай, местами попадаются части настоящей стены. И пятый – Дзянькоу. Мой вариант. Дзянькоу – затерянный в горах участок китайской стены, к которому нужно добираться через дикие горные леса. Со ста баксами – это еще то испытание. Но посмотреть отреставрированные отрезки может каждый. А я хочу увидеть первозданную, нетронутую руками современного человека китайскую стену. И это еще не все. Я собираюсь на ней переночевать. Вот это, я понимаю, вызов для настоящего путешественника. Самое подходящее место, откуда богатый турист может увидеть китайскую стену – это городок Губэй. Туда мы мчим прямо сейчас. В двух часах езды от Пекина находится отрезок стены Сыматай. Он растянулся по верхушкам отвесных гор. Тут из одной точки можно рассматривать стену на километры вперед. У подножия стены лежит городок Губэй, где созданы все условия для богатых туристов. Бутик-отели, рестораны, развлечения и даже канатная дорога, которая в любой момент доставит тебя на китайскую стену. Посмотрите, вот она, великая китайская стена. У меня на нее большие красивые планы, но все это вечером. А пока посмотрю, что это вообще за городишко такое – Губэй. Чтобы попасть в Губэй, нужен пропуск, а стоит он 20 долларов. 20 долларов только за вход. Понимаете, почему этот город для богатеньких? Каждый день здесь бывают 15 тысяч туристов. А теперь нехитрая математика. 20 долларов умножаем на 15 тысяч – 300 тысяч долларов в день. Умеют ребята зарабатывать. Я решу взять лодочку и посмотреть, что же так манит сюда тысячи туристов. Губэй называют китайской Венецией. Почему? Потому что он стоит на воде. И поэтому лучше его смотреть, откуда? Правильно, с воды. Гонданьер сеньор Фабрицо Чжанчянь. Привет, девчонки. Привет. Губэй – древний китайский городок на реке. Вы только посмотрите на эти старинные маленькие домики с изогнутыми крышами. В старину китайцы верили, что ночью по ним катаются драконы. И чтобы они не упали во двор, а улетели обратно в небо, края крыш загибали кверху. В древнем Китае в домах не было стекол. На вечер окна закрывали бумагой или шелком. А чтобы не пролезли воры, ставили вот такие деревянные решетки. В каждом древнем китайском городке обязательно было свое святое место – Пагода. В Губэе она семиярусная. В честь семи буд, которые жили в разные времена. Очень круто. Кажется, что ты сел в лодку и уплыл в прошлое. Ощущение, что ты плывешь по пятому веку. Вы думаете, он показал пять тысяч лет? Ммм, не совсем. Чуть меньше. Пять лет. Этому городу всего пять лет. А дело было так. Жила была одна маленькая непримечательная деревушка рядом с красивым живописным куском китайской стены. И к ней с каждым годом приходило все больше и больше и больше туристов. Предприимчивые китайцы, на то они и китайцы, не растерялись и выселили жителей деревни. А на ее месте построили вот такой маленький уютный туристический древний городок со всеми атрибутами этой самой древности. Каменные домики, деревянные ставни, пагоды, мосты. Ну и вот, вот и сказочке конец. Китайцы очень дорожат своей историей и по всей стране строят десятки новых старых городов. Они считают, если молодежь вырастет только среди небоскребов, то быстро забудет, как жили их предки. Все дома в этом городе не жилы. Это отели, ресторанные комплексы для богатеньких туристов. Для богатеньких туристов. Прежде чем отправляться на стену дикарем, нужно запастись всем необходимым. Первое и самое важное – палатка и крема для ночлега. Паш, я и тебе взяла розовый, донесешь ты. Профессионализм. Чтобы проникнуться атмосферой города и закупить дорогую провизию, я приехала на рынок. На Нонгусян или, как называют его местные, обжорный рынок. Зайти на китайский рынок – это как высадиться на другой планете. Вроде бы вокруг полно еды, но вся она какая-то неправильная. Вот пицца, только не с курицей, а с клубникой. Вот колбаски, только не свиные, а соевые. Вот в пяле не мороженое, а нарезанные кусочками говяжьи желудки. А булочки здесь пекут не со сладким изюмом, а с вонючим тропическим фруктом дурианом. А я думаю, что за запах пошел на улицу такой, ух, дуриан. Из-за того, что дуриан – фрукт вонючий и скоропортящийся, в Китай его доставлять дорого. Поэтому здесь он считается изысканным деликатесом, вроде как для нас голубые сыры. А еще местные считают, что дуриан повышает потенцию. Китайцы, остановитесь, вас и так почти полтора миллиарда. Ой, ребята такие специальные защитные маски. Это, видимо, они очень любят этот продукт. И чтобы слюна не капала или пирожок нельзя было откусить – защита. Как видите, китайцы все любят нанизывать на бамбуковые палочки. Просто это удобно – схватил и ешь на ходу. Они парные. Две лавки у одной курицы расстелять нельзя. И на десерт – любимая китайская сладость – шашлык танхулу – дикие яблочки в сахарном сиропе. На великой китайской стене намечается пирожка. Интересно, что здесь написано? Так взял вафлю, а там какое-то неприличное слово. Я приехала в Китай подготовленная. Нам поможет. В интернет-браузере выбираешь значок камеры. Наводишь на надпись и она меняется на твой родной язык. С ума сойти. Я люблю Пекин. Номинальная стоимость. Богатая женщина здесь. Я хочу вот этот. Ну вот, богатая женщина здесь. Конечно же мне, как любому туристу, хочется попробовать главное блюдо Пекина – уточка по-пекински. Выглядит аппетитно. Главная особенность утки по-пекински – это ее кожа. Точнее специфическое приготовление, которое делает ее карамельной. Утку начинают готовить еще за сутки. Под кожу ей вдувают воздух, чтобы она разгладилась и блестела. Затем ошпаривают, натирают смесями специй, солью, китайским рисовым вином, медом и патокой. Чтобы каждый наелся, ее рубят большими кусками вместе с кожей и делают шаурму. Шаурма стоит 30 юаней – 4 доллара. Но срезать все абсолютно невозможно, поэтому я кое-что смогу купить. Очень доступное. В Пекине это нормальная практика – продавать все, что осталось от тушки. За символическую сумму. Так я купила скелет уточки всего за 2 доллара. Вот килограммчик. Почти целый уточки. Да, согласна, выглядит не очень эстетически. Но если кто-то спросит, а ела ли я утку по-пекински, отвечу – да. Наша домашняя уточка только 1 января. Знаете, когда салатики остались, уточки немного. Кожица действительно блестит и выглядит необычно. Хрустит. Очень жирно, конечно. Призрак утки по-пекински за 2 доллара. У меня еще с собой останется. Я уверен, что китайская стена жаждет встречи со мной. Но я думаю, она немножко подождет, пока я отобедаю. Раз уж я провожу этот день в древнем Китае, закажу себе блюдо, без которого не обходилось ни одно застолье китайских императоров. Он на меня смотрит. Отгадайте, что у меня на тарелке. Кушать подано. Обознаться невозможно. Это голубь. Я не знаю, какая часть голубя вкуснее, поэтому начну с той, которая так пристально на меня смотрит. В голубином, простите, мозге практически нет мяса, как и мозгов. Крылышки голубя. Он бы и рад улететь, но… А вот это мясо уже очень похоже на курицу. Правда, чрезвычайно пересоленное. Мне приготовили не ту серую птичку, которая курлычет на улицах и обожает памятники. Это сквоп. Молодой голубь, выращенный для еды. Их забивает еще четырехнедельными, до того, как они начинают летать. Поэтому их мясо не успевает стать жестким. Очень хрустящая, максимально пропеченная корочка. Похожа на курицу, но очень пересоленая и очень жирная. Голубь – жирная курица. Запишите в цитаты великих. Когда рюкзак набит провизией, пора прощаться с Пекином и отправляться в дикие места. На отрезок стены – Дзянькоу. На труднодоступный участок стены Дзянькоу тур автобуса не ездит. Но я расскажу, как добраться туда общественным транспортом. На автостанции возле метро Донг Джимен вы садитесь на 916 автобус. На 916 автобусе нужно добраться до района Хуайжоу. Там сделать пересадку и ехать до деревни Сиджадзи. В общем, пару часов езды и ты на месте. Наконец-то я добралась в поселок Чиджадзи, который находится прямо у подножия Великой Китайской стены. Вот, вот это! Вот это то, что нам нужно! Но для этого путешествия мне нужно немножечко поменять стиль. Ну все, я готова. Фух, если вы отправляетесь на нетуристический отрезок Китайской стены, будьте готовы, что не встретите на своем пути ни подъемников, ни тропинок, выложенных плиткой, ни указателей. Вообще непонятно, когда здесь последний раз упала нога человека. Так это я просто иду с рюкзаком, а представьте, как было китайцам, когда они строили стену. Нужно было тащить огромные тележки с кирпичами и раствором. И знаете, куда их приходилось тащить? Вот сюда! Стена была главным оборонительным сооружением. Китайцы строили ее по самым высоким верхушкам гор, чтобы можно было издалека заметить врага и предупредить армию. В общем, если объяснить простыми словами, построить стену вокруг Китая – это как установить в дом охранную сигнализацию. Ой, Свет! Стена вот! Привет, родимая! Перед нами реликвия! Я хочу, чтобы вы это увидели. Посмотри, ты это видишь, ты это видишь! Секунду назад вообще не было ветра. К нам несется ливень. Впереди эта невероятная красота. Паша, держись! Не знаю, мы сейчас точно промокнем, если бежим куда-то дальше. Вот это сила! Спасайся! Уху-ху-ху-ху-ху! У меня снуло просто вперед! То, что мы зашли внутрь, вообще ни разу не изменилось ситуацию. Тут сквозной ветер. Нет никаких защитных дверей или окон. Дует жесть! Я не представляю, как мы здесь будем спать. Это, пожалуй, единственное место, вот здесь вот в сваях стен, где хоть как-то можно скрыться от ветра и дождя. Потому что вот… Гран с большой гусиной. Вот это весь спектр впечатлений. Как будто бы просто миллион жемчужин падает с неба. Я перекрываю дыхание, это неописуемо. За то, что я не струсила и не побежала вниз в деревню, стена подарила мне настоящее чудо. Радуга. С ума сойти! Я здесь нахожусь 15 минут и было все. Ливень, град, радуга. Это поистине мистическое место. И то, что сейчас происходит у меня внутри, ну это неописуемо. Я покорена этой природой. Это действительно чудо света. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А пока мокрая девочка Алина сохнет после дождя, я поселюсь в пятизвездочном отеле. Губей Уотертаун Юше Ход Спрингс. Вот так. Ну вот я и дома. Так, подождите. Прикольно. В Губее придумали телепорт. Я только что был в Китае, а открыл дверь в настоящую Японию. В Губее десятки бутик-отелей. Снаружи они выглядят как китайские древние домики. А внутри интерьер подстраивается под туристов. Для европейцев – стиль Прованс. Для американцев – кантри. А для японцев, как у меня, японский. Все, чтобы люди чувствовали себя, как дома. Смотрите, тут коврики. Татами. Японские коврики. А кровать… Это даже не кровать. Это просто матрас. Япония долгое время была изолирована от всего мира. И не знала о существовании кроватей. Бедные японцы спали прямо на полу. А богатые стелили вот такие хлопковые матрасы – футоны. А что? Удобно. Проснулся. Закинул матрас в шкаф. И кровать застелать не надо. И место в квартире. Хоть танцуй. Но это еще не вся Япония. Вот традиционный японский стол для чаепитий. Кстати, а вы знаете, как отличить китайца от японца по позе, в которой они пьют чай? Японцы пьют чай так, поджав ноги под себя. А китайцы пьют чай в позе лотоса. А самое главное, ребята, это вид. Из моего японского окна видна великая китайская стена. Ну магия! Ну что ж, пора познакомиться с этим местом ближе. Но тут даже без гида понятно, что стена в своем первозданном виде. Ну либо, если и реставрировалась, то очень-очень много лет назад. Привет! Привет! Уже испугалась. Меня зовут Алина. Ты откуда? Из Украины. Вы здесь остановились? Нет, я часто сюда прихожу, чтобы сделать красивые фото. Уважаемые диванные критики, это не подстава. Это фотограф, который так же, как и я, приехал в Дзянькоу за впечатлениями и красивыми фоточками китайской стены. Может, вы что-то знаете об этом чуде? Да, это же наш дом, конечно. А давайте прогуляемся. Такой красивой девушке нужно быть осторожной, а то украдут монголы. Добро пожаловать в Китай. Такой он, да, общительный. Мой новый знакомый оказался не просто фотографом, а настоящим фанатом стены. А мне только того и надо. Интересно же узнать о китайской стене из уст китайца. А кто и зачем начал строить Великую Китайскую стену? Ее начал строить первый император Китая – Цинь Шихуан. Было это еще за 200 лет до нашей эры. Кстати, это от его имени происходит английская версия названия Китая – Чайна. Мы же называем свою страну Джунго, что переводится как «Центральное государство». После Цинь Шихуана на протяжении двух тысяч лет стену достраивали разные династии императоров – Тан, Хан, династия Мин. Конечно, первые стены выглядели не так. Их строили из того, что под руку попадало. В пустынях из глины и тростника, в горных районах из камней красивое кирпичное сооружение, которое мы видим сейчас, появилось спустя полторы тысячи лет при династии Мин. Его построили прямо поверх стен других династий. Наверное, стену строили из очень прочных материалов. Да, это рис! Нет, я шучу. Это известь, в которую добавляли рис. Китайцы поняли, что если добавлять в раствор для кладки кирпичей клейкий рис, то он будет очень прочным. И правда, эта стена простояла уже шесть веков. А для чего вообще строили стену? Для защиты? Да, Китай всегда был лакомым куском для кочевников с севера. Они покушались на наши земли на протяжении двух тысяч лет, но благодаря стене мы выстояли. Только один раз им удалось пробить нашу броню. Под руководством Чингисхана монголы захватили Китай почти на сто лет. Но ты знаешь, ее строили не только для защиты. Еще стена служила огромной магистралью, которая соединяла запад и восток страны. По ней передвигались люди, перевозили продукты. А почему Великую Китайскую стену называют самым большим кладбищем в мире? Во время стройки погибли миллионы. Когда возводили первые стены, сюда свозили крестьян со всех уголков страны и круглосуточно заставляли работать. Люди умирали от жары, холода, голода и усталости. Их хоронили прямо здесь, вдоль стены. Захоронения тянутся на тысячи километров. Что для вас стена? Это история или это символ? Для меня это часть нас. Стена – это и есть Китай. А Китай – это стена. Мы тратим миллионы долларов на ее восстановление, чтобы эту реликвию могли увидеть наши дети, а туристы пофотографировать. Парадоксально, но факт. Раньше китайская стена защищала китайцев, а теперь китайцы берегут и защищают Великую Китайскую стену. Вот такая игра слов. Ну что, пришло мое время увидеть Великую Китайскую стену. И это будут не какие-то руины, которые смотрят там всякие. У меня все будет красиво. Прямо из Губе меня отвезет фуникулер на отрезок стены Сыматай. И не надо куда-то бежать, карабкаться, потеть. В общем, все дорого, красиво, эффектно, масштабно Лухарь-резот. Вон там наверху меня ждет потрясающее ночное шоу. Я поднимаюсь на фуникулёре уже минуты две и это даже не половина пути. Высоко, очень высоко строили Китайскую стену. Все, вот здесь и начинается Великая Китайская стена. Я себе такое представлял. Вот теперь я прикоснулся к чуду света. Повезло, сегодня нелюдно. Вдоль Китайской стены люди занимают места, чтобы увидеть вечернее представление. И оно вот-вот начнется. В очередной раз доказываю себе, что в путешествиях главное не деньги. Какой от них вообще толк, если сейчас Антон сидит на стене, которую облепили тысячи туристов. А я иду одна, слышу только ветер и звук камней под ногами. А впереди у меня представление, с которым не сравнится даже самое феерическое шоу. Идеальное место не найти? Надеюсь звезды будут. Что я делаю не так? Китайцы называют Великую стену золотым драконом, спящим на верхушках горных хребтов. И вот сейчас, когда зажглись огни, действительно похоже, очень похоже. Такой большой, величавый дракон, который охраняет Китай и весь мир. Смотрите, в небо над городом взлетели сотни коптеров и показывают какие-то огромные фигуры. Это шоу сделали специально для туристов Губея. Только вдумайтесь, каждый огонек – это один из маленьких вертолетиков, которые синхронно двигаются и меняют рисунок. Огромнейшая пагода. А вон мой гондольер выбился в люди. И в завершении гигантский человек шагает над Губеем. Невероятно, что творят китайские технологии. Вы представляете, я сейчас посмотрю шоу, которое мне показали квадрокоптеры. Во всех этих башнях дежурили солдаты. Внутри каждой башни их было от 30 до 50 человек. И существовала даже такая система безопасности, что ли. Они смотрели в эту темноту и если видели, я правда не знаю как, 100 человек наступающих к стене, то выстреливали один салют в небо. Если 500 – два, ну и соответственно если 1000 – то три. А если опасность приходила днем, то они зажигали волчий помет. Он давал густой черный дым, который было видно издалека. Как можно было что-то увидеть в этой темноте, я не знаю. Потому что вот пару шагов от костра и вообще ничего не видно. Просто мгла. Эти вояки так же как я разводили костер внутри башни и готовили себе ужин, обед. Обычно это был рис или просо. Мне кажется, в моем пакете новая жизнь. Что тут у нас? Лапки. Так много специй, что даже если мясо пропало, а оно пропало, потому что жара плюс 35. Нет, это есть нельзя. Это можно на удачу злых духов отпугивать. Ну вот, полное погружение в историю. Я как китайский солдат. Голодная, сижу перед костром, дежурю, патрулирую. Ребята, сегодня такой важный день. Сегодня мы увидели наше первое чудо света в этом сезоне. Спасибо тебе, великая китайская стена. Алин, из-за тебя. Ты там не замерзай. Спокойно еще. Доброе утро. Я прочувствовала весь спектр ощущений китайского солдата. От бессонной ночи на кирпичах до вот этого прекрасного вида. Куда ни посмотри. Только утром я поняла, что произошло. Я провела ночь на великой китайской стене. Много ли людей могут этим похвастаться? Не знаю, где там Антон Зайцев, но у меня точно люкс. Что делать туристу, если у него всего два дня, а хочется увидеть разные части великой китайской стены? Брать вертолет. Как говорится, не хочешь тратить время – потратить деньги. Аккуратненько, парни, ласточку. Поехали, полетели. Вот она, вот она стена моей мечты. Все, уже открывается полный панорамный обзор на Нью-Йорке и это невероятно красиво. Вы понимаете, что сейчас происходит? Я с высоты птичьего полета, с высоты настоящего из 21 века наблюдаю прошлое, 14 век. Ведь я действительно не понимаю, как они отгрохали эту громадину. С высоты как будто бы целая стая муракьев, муракьишек поднималась на дорогу и камушек за камушком отстраивала великую китайскую стену. Но другого объяснения нет. Ну или человек-паук. Знакомьтесь, этот участок китайской стены называется Бодолин. Тут стена самая мощная, высокая и толстая, потому что защищала столицу – Пекин. А еще Бодолин – самый туристический отрезок. В год его посещает 10 миллионов человек. Да это и так видно. Если бы не вертолет, за головами людей я бы точно ничего не увидел. Когда смотришь на стену, кажется, что у нее нет ни конца, ни края. Но конец есть! И благодаря золотой карте я увижу его всего через час. Мой пилот отвезет меня в город Циньхуандао на берегу Желтого моря. В окрестностях стены есть еще одно чудо. Здесь среди скал в ущелье спрятался гигантский дракон. Чтобы его увидеть, мне опять придется ехать с пересадками. Сначала на автобусе до городка Ян Цинь. И оттуда на маршрутке до остановки ущелья Лун Цинь. Я приехала к каньону Лун Цинь. Это очень популярное место у туристов после Великой Китайской стены. Каньоны ведет самый длинный дракон в Азии. Протяженностью 258 метров. Я хочу это увидеть. Идем? Китайцы просто помешаны на драконах. В их честь называют все вокруг. Например, это ущелье. Вот он, дракон ущелья Лун Цинь. Как красиво, мне прям была пища такая. Книга рекордов назвала его самым длинным в Азии. Оказалось, что дракон – это гигантский эскалатор, который ведет к самой высокой дамбе в Китае. Высотой в 35 этажей. Я представляла его больше, но мы увидели дракона. Я уже настроилась прокатиться на эскалаторе за 7 долларов, но оказалось, что он закрыт на ремонт. Вот облом. Ну здравствуй Цинь Хуан Тао. Цинь Хуан Тао. Как будто ласточка поперхнулась. Цинь Хуан Тао – маленький по китайским меркам трехмиллионный курортный городок. И чтобы заблудший турист тут не заскучал, местные власти создали пару чудес. Одно из них – великая китайская скамья. Итак, полкилометра. Раньше парк Тэн Хэ был забытым богом местом. Здесь колосились бурьяны по пояс, а потом построили лавочку и сюда хлынули туристы. Вот умеют китайцы создавать великое на пустом месте. Эта скамья называется красная лента. И у нее несколько функций. Первая функция декоративная. Скамья украшает парк Тэн Хэ вдоль реки Тэн Хэ. Я по два раза не повторяю, не повторяю. Вторая функция прямая – сидение. Скамейка свободно вмещает тысячу человек. Третья функция – охрана окружающей среды. В скамье специально проделали отверстия, чтобы через них прорастала травка. Хорошая такая, добрая скамеечка. На эскалаторе прокатиться не удалось. Так что на сэкономленные деньги я решила прогуляться на кораблике по озеру в ущелье Лунцин. Между этими огромными карстовыми скалами миллионы лет протекала река Ву Чэн. А потом пришли люди и перегородили ее дамбой. Построили эскалатор в виде дракона, натянули канатную дорогу, завезли лодочки. И чудо природы превратилось в туристический аттракцион. Теперь ты себе плаваешь и открываешь рот от красивенных скал, верхушки которых теряются в облаках. Знаете, за такие деньги очень даже неплохое чудо получилось. Друзья, ну и феерический финал нашего приключения. Готовы увидеть место, где заканчивается Великая Китайская Стена. Вот оно, как огромный волнорез, который рассекает воды Желтого моря. Отсюда стена тянется на 9 тысяч километров. Чтобы было понятнее, это как от Киева до Лос-Анджелеса. Ну не чудо ли? Это я про нашего графического дизайнера. Ну чудо-мальчик. Этот отрезок китайской стены, как степные кочевники захватили туристы. Дружище, остановись, это подкоп под стену. Это незаконно. Там вообще-то обойти можно. Тут наверху толпится целая куча туристов. В основном вон местного производства. На стене можно посмотреть, как китайцы прячутся под зонтиками в солнечную погоду, когда нет дождя. Но вы же помните, что они страшно боятся загореть. В Китае человек со смуглой кожей воспринимается как бедный крестьянин, который целый день работал в поле. А вот бледность – признак хорошей жизни и работы в офисе. Это все, конечно, интересно, но за зонтами и шляпами самой стены не видно. Вот так-то лучше! Здесь с желтого моря можно в тишине и спокойствии в последний раз насладиться китайской стеной. Стена уходит в воду на 22 метра. Это сделано для того, чтобы степные кочевники, которые не умеют плавать, не могли ее захватить. Поэтому я знаю, что нас смотрят степные кочевники. Хотите захватить страну – учитесь плавать. Китайцы называют эту часть стены Лао Лонг То, что в переводе – голова старого дракона. Они считают, что вот дракон пьет воду. Но что, если это не начало, а конец Великой Китайской стены? Тогда ведь это совсем не голова. И понятно, почему море называют желтым. Тут вокруг такие толпы, с наличкой лучше не ходить. А с премиальной картой Мастеркард деньги в полной безопасности. Да и расплачиваться гораздо удобнее. Ребятушки, свершилось. Я прячу первые 100 долларов в новом сезоне чудеса света. А значит без чудес просто не обойтись. Вуаля! Великую китайскую бутылку ищите в Пекине, рядом с беседкой в парке Ри Тан. Десять. Отсчитайте от беседки десять ступеней и в камне справа будет клад. Ну и верьте в чудеса. Увидев китайскую стену, понимаешь – то, что не удалось кочевникам с севера, удалось туристам. Повезло, сегодня нелюдно. Их полчища штурмуют стену и не оставляют камня на камне от ее величия и загадочности. Поэтому, если вы хотите не только увидеть, но и почувствовать это чудо, не поленитесь, бросьте ей вызов. И она подарит вам магические закаты, волшебные рассветы и чувства, о которых не пишут ни в одном учебнике истории. С ума сойти! Богатая женщина здесь? Вот она, стена моей мечты. Мы увидели Джакона. Которая охраняет Китай и весь мир. Это действительно чудо света. Спасибо вам за великую китайскую, потомки императоров. Спасибо. Привет. Здравствуй. И тебе ни хао. Ну как, рассказывай, как тебе первое наше чудо света – великая китайская стена. Знаешь, Антон, я под огромным впечатлением. Этот народ умудрился построить такую громадину на века. Нас не будет, и стена еще будет стоять. Я уже вошла в кураж. Выпила все-таки, да? Нет. Я уже хочу увидеть следующее чудо света. И оно есть у нас. Мы этого никогда не делали, но сейчас вам расскажем секрет. Алина пьет, но это не все. На самом деле нас ждет великое чудо. Неземные горы. Гуилин. 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 Блин, горы. Мне там точно понадобятся кроссовки. Ну да кроссовки пойдем покупать, у нас еще есть время. Ребята, чудим дальше с вами. Чудим? Ну я не знала, чудесосветно, можно это придумать. 8 пар кроссовок сейчас покупаем. На два дня, наверное, хватит. А если мы сейчас сняли дубль, то вон старбакс и мне покупаем кофе.